В Люберцах прошел первый областной субботник. В нем приняли участие сотрудники всех управляющих компаний и жители округа. Вооружившись мусорными пакетами и инвентарем, они вышли на уборку своих дворовых территорий. Одними из первых на субботник вышли жители Таймилина. Основной площадкой для массовых уборок стал пруд в микрорайоне птицефабрика. Как видим, здесь и молодежь, и взрослые, и все, вооружившись инвентарем, делают родной поселок чище. Надо Москвой! Салат! Здравствуйте! Когда приезжают? Да, хватит. Ну, молодец. Отвечу? Ну, хорошо. Действительно, добро. Алло, алло, алло. Всем добровольцам в этот день выдали орудия труда и необходимую экипировку. Задача на этот раз у томилинцев была не из легких. Снег сошел совсем недавно. Однако, несмотря на это, с хорошим настроением и приподнятым духом они навели порядок. Убрали мусор, прошлогоднюю листву. Сделали опиловку деревьев, окрасили лавочки. Теперь жителям можно смело проводить свой досуг в этом живописном месте. Я решил поучаствовать, потому что все-таки я здесь и отдыхаю на этом пруду. Ходим с ребенком, гуляем, пользуемся детской площадкой. Пришли облагораживать территорию. Хочется выходим гулять, хочется ходить, радоваться, чтобы взгляд падал. И смотрим лавочка, ой, какая прекрасная. Чем больше людей будет выходить на субботник, тем чище и краше будет наш город, тем люди будут бережнее относиться к содержанию. Участие в общегородском субботнике традиционно, помимо жителей, всегда принимают разные организации. Вот и сотрудники Лука. Люберецкой управляющей компании также вышли на улицы, чтобы навести порядок после зимы. Почти 100 сотрудников этой компании вышли на субботник. Но отмечу, что многие пришли вместе с детьми. Настроение у всех отличное, да и погода этого дня задала общий настрой. Вот так на третьем почтовом отделении проходил субботник. Так весело с песнями и танцами. Вообще, что касается уборки, то виды работ здесь были разнообразные. У нас собралось полностью 100% сотрудники Люберецкой управляющей компании, активные жители, советы домов. Инвентарь весь роздан, сформированы рабочие группы, как мы видим. Люди приступили к выполнению плана мероприятия субботника. Участие в общегородском субботнике, помимо сотрудников компании, приняли и жители. Активным участником стала и глава округа. Вообще, к участию в этой уборке привлечены 34 управляющие компании. Лук на своем участке, помимо инвентаря, раздавал всем сладкие угощения и чай. Кстати, в итоге после окончания субботника будет незамедлительный вывоз собранного мусора в места его дальнейшей утилизации. Кипит работа и на улице Кирова. Здесь в прекрасном расположении духа свой субботник проводят сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. Вместе с жителями они красят ограждения, лавочки и убирают прошлогоднюю листву. Сквер на улице Кирова в течение дня стал заметно чище и краше. Еще бы, ведь эти коммунальщики знают толк в наведении порядков. ЛГЖД традиционные участники субботников и, что особенно важно, к труду ежегодно подключается и руководство. Наших сотрудников, семьями, где-то тысячи с лишним человек. У нас 800 своих, вы увидите, дети, мужья, бабушки. У нас где-то порядка 80 адресов, где мы работаем. Мы в основном занимаемся покраской заборов, потому что их очень много. И если бы мы не начнем сегодня, то, боюсь, что не успеем. Я очень рад, что коллектив, как единый целый, вышли и все планы, которые мы наметили, согласно приказу и согласно постановлению главы, мы все выполним сегодня. Даже дети в этот день охотно приобщались к труду. А всем, кто хорошо работает, как говорится, нужно хорошо поесть. Для всех, кто потрудился, была накрыта настоящая поляна. А после обеда с новыми силами люберчане вновь приступали к уборке. Мы приводим в наш город любимый, люберцы в порядок, для того, чтобы было ходить приятно, смотреть приятно. Все было замечательно. Берецкий городской жилищный трест традиционно принимает участие в субботнике целыми семьями. Вот сейчас мы видим маму и сына. И расскажи мне, пожалуйста, что ты сегодня здесь делал? Я красил сегодня заборы, помогал маме. А тебе понравилось красить заборы? Да. Первый раз такое делал? Да. Ну, я первый раз пришел, мне очень понравилось. Сейчас я стою, крашу заборы, очень классно. Всю жизнь у нас с малого возраста родители как на праздник собирались на субботнике. Все мы, кто с вилочками, с маленькими, кто с лопаточками, кто даже дети, убирались. И все это было с удовольствием прекрасно. Вот есть такая поговорка, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Если мы немножечко будем как-то вести себя более аккуратно, то и территория будет гораздо лучше. Анна Троян, Мария Антонова, Дмитрий Родзянко и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова